Всем здравствуйте! Хочу показать вам новый объект нашей квартиры, который находится в Якосарайском районе новостройки ЖК Dream House. Ориентир. Тетиковая дача. Это пенхаус, дуплекс, квадратов 335 общей площадью, 7 комнат, 5 санузлов. Сделаю вам небольшой обзор, пытаюсь вам, постараюсь вам полностью показать, объяснить. Так, это у нас коридор. Здесь полностью сделан кафель, теплый пол. Даже сейчас, если лето, он не холодный, не прохладный. Вот такой у нас вход. Очень красивый. Ремонт неоклассика. Хорошо подходит для большой семьи, либо кто хочет жить на участке, но не хочет участок. Это тоже очень оптимальный вариант. Это комната гостевая, либо родительская комната. Родительских комнатах две. Кто там, у кого-то можно пожилые родители, либо для гостей, либо кто не хочет жить наверху, может жить спокойно здесь. В каждой комнате имеется кондиционер, телевизор. Ремонт сделан со вкусом. Работали дизайнеры под ключ. Где-то встроенная мебель, где-то вся, которая не встроена, она и турецкая. Здесь получается отдельно санузел душевой. Очень удобно. Не пользуюсь общим санузлом. Комнаты все большие. Узких, маленьких нет. Поэтому вот на камере можно это, ну, не увидеть, но поэтому я вам сразу говорю, комнаты не маленькие. 335 квадратов, 7 комнат. Вот такая у нас получается лестница. Очень красивая. Квартира вся светлая, нет никаких солнных тонов. Где-то, может быть, будут обязательно говорить, что где-то есть золото, где-то, либо еще. Ребят, это классика ремонт. Без вот этих золотишек квартира не будет смотреться. Либо будет просто как больница по белках, и там, я не знаю, как мы просто много очень видели. Поэтому я сразу вам, как бы, объясняю и говорю. Сейчас делают очень много хай-теков в стиле там, там, лакшери, минимализм, да, как бы. Но это со временем теряет моду, со временем теряет спрос, надоедает солнные тона. Вот такие вот светлые тона, они никогда не уходят в моде. Давайте, я что-то ушла от темы. Это у нас получается зал. Зал большой. Очень интересный диван, он раздвижной. Хотите, каждый, например, может, кто-то, один человек, вот эту сторону раздвинуть. Эту, эту, каждая сторона, каждая, как бы, вот эта часть, она раздвигается. Вытянуть ножки можно, если ножки оттекли. Вот, все, внизу есть управление. Но блютузное, есть зарядное устройство. Даже есть колонки, если вы подключите, ну, блютуз, флешку, там. Такой большой телевизор. Очень тонкий. Нигде не использовались обои. Здесь сделана аточентами, либо венецианская штукатурка. Квадрат тоже, знаете, он не дешевый. Цена этой квартиры не дешевая. Сейчас, как вы видите, здесь вложено. На ремонт очень хорошо ушло. Это у нас общий санузел. Техника, сантехника, мебель. Все используем материал. Очень качественный. Делаю со вкусом. Почти делали около 10 месяцев этот ремонт. Вот это у нас получается кухня. Женская комната, можно даже сказать. Рабочая зона женщин, матерей. Большая посудомоечная машинка. Очень удобно здесь вот раковина, да, вот и мойка раковина. Очень удобно, что вид на окна поставить. Можно с жалюзи, да, и вид необычный. Здесь у нас получается второй зал, либо большая кухня. Допустим, бывает же так, двое-трое гостей приходят, и не хочется особо опускать большой зал. Можете сюда, пожалуйста, завести, пригласить, там, приготовить, закрыть вот эту дверцу стеклянную, да, как бы уж этот купе, и никакого запаха, ничего не будет. И здесь можно сидеть с семьей, мило обедать, завтракать, ужинать. Многие делают студию, но студия не очень оптимальна, поэтому все равно, знаете, бывают запахи и так далее. Какая бы вытяжка бы ни стояла, есть, присутствует все равно запах. Здесь также вот большой телевизор. Потолки у нас высокие. Очень красивые люстры. Здесь просто зайти, взять свои личные вещи и жить. Ничего не надо довозить, завозить. Очень удобно. Так, я три комнаты вам показала. Почему три? Это, получается, взрослая комната, зал, и кухня, совмещенная с минимум-залом. Ну, вот, как бы так. Вот это у нас лестничная зона. Очень неудобная лестница, она не скользит. Такая вот необычная люстра. Как ее мыть и так далее, вызывайте именно с этого магазина люстры, кто устанавливает. Они вам сами ее мыют. Так, давайте начнем отсюда. Это, получается, у нас кабинет. Либо переговорная зона. Ну, кто сидит, обсуждает на тему деловую, партнерство и так далее. Ну, либо просто отдохнуть мыслями от всех. Очень удобно. Это, кажется, наверное, самая любимая комната женщин, мужчин на сегодняшний день. Да, это гардеробная, гардеробная комната, которая, ну, мишка, мишсезонные вещи. Можно абсолютно сюда все убирать. Шкафы очень мистительные. Такие вот мистительные они. Здесь зеркало, чтобы посмотреть на себя, как вы выглядите. Так, здесь у нас стоит бочка с объемом 1000 литров. Без проблем у нас всегда будет в доме, в квартире вода. Бывает же, ну, когда отключает, там, на день, на неделю воду. Ну, на неделю, конечно, воду не отключает, но отключает только, допустим, горячую воду. Ну, бывают же такие строительные дела. Так, это войлер на 500 квадратов, даже больше он хватает постоянно. Есть горячая вода. А здесь, я знаю, вы спросите потом, где стиральная машинка. Вот здесь у нас спрятана стиральная машинка. Почему в гардеробной комнате? Я сейчас вам объясню, потому что здесь есть и терраса, в которой можно высушить вещи, поставить сушилку. Либо вы также можете поставить большую стиральную машинку, в которой есть и сушилка, и которая стирает. Либо сверху поставить полку и поставить сушилку. Постирали, высушили вещи, ну, там, погладили и сложили гардероб. Здесь у нас идет сейчас котельная, которую я покажу вам с той стороны. Вот она. Вот это у нас терраса. Та самая котельная. То, что очень хорошо и безопасно, как бы то, что котлы, именно счетчики, котел, которые вот все нагревают, газ, у вас в квартире запаха не будет. Это очень хорошо и удобно. Многих заходишь, прям газом пахнет, либо еще здесь у нас летняя кухня. Барбекю сделать, лов приготовить, посуду помыть на дровах, хотите на газу, все дела. Даже на газовой плите. Если вы что-то такое пахнущее готовите, которое не хотите, чтобы пахла ваша квартира, пожалуйста, можно здесь спокойно приготовить. Вытяжка вся есть. С террасой мы закончили. То есть в каждой комнате можно выход выйти на террасу. Так, извиняюсь, пошли мы дальше. В каждой комнате кондиционеры, телевизоры, домофон. На первом и на втором этаже. Так, эту комнату я вам показала. Покажем спальню. Родительскую комнату. Очень красиво, необычное зеркало. Такая вот спальня. Ничего лишнего. От кровати. Две тумбочки. И, пожалуйста, вот такой вот у нас шкаф спрятан, который его даже не видно. Так он открывается. Ой, я очень сильно его открыла. Прошу понять и простить. Так, вот такая вот у нас вот такая вот спальня. Здесь вот, чтобы марафет навести, себя в порядок привести. А здесь у нас идет санузел с джакузи. Где кафе? Везде теплый пол, во всех остальных радиаторы. джакузи у нас идет полтора на полтора. Тоже немаленькая. Так, спальня очень большая. Здесь у нас вообще классная комнатка. Это у нас сауна. Душевая и сауна. Попарись, зашли в душ, налили с бочки холодную ледяную воду. Вот такая вот сауна. Это разве не круто? Иметь в квартире вот такую вот сауну, что не хватает, только бассейн. Но зачем он вам? Сезону три месяца поплавать, и чтобы потом стоял безопасно от маленьких детей. Много случаев бывает, что когда открытый бассейн, либо еще что-то, но не всегда можно уследить. Здесь получается у нас шестая комната. Это у нас детская. Детская комната, телевизор, кондиционер. если у вас разнополый, ну, детям можно спокойно здесь две кровати и в другой детской комнате две кровати. И также здесь, смотрите, обманочка идет. Вроде смотришь, стена, а здесь вот так вот полочки, а там вот чтобы вешать вещи. Очень красивая люстра. Там все зеркальное, на видео этого не видно, поэтому и говорю. Здесь выход у нас подъезд. Можно два выхода получается, можно спокойно, чтобы мама или родители не видели, можно выйти отсюда либо зайти, если у вас гости. Выход на эту террасу с двух детских комнат. Топит. Вот такой очень красивый двор, фонтан, зеленая зона. дом десятиэтажный, кирпичной постройки, очень качественные постройки. Отзывы насчет этого дома очень хорошие. И подземный паркинг двухэтажный на тысячу машин. Поэтому машину ставить без проблем. Покупайте либо арендуйте и без проблем ставьте машину. Это у нас общий санузел для двух детских комнат. Почему? Многие спросят, почему стоят такие ванны. Тоже объясню, чтобы как бы не было вопросов. Потому что ремонт на его классика и на его классиках сами понимаете, что сейчас 21-22 год делают вот такие вот санузлы и делают вот такие вот стены. Замж, вот декор. Также можно выход на террасу. Такая вот рабочая зона. Две кровати, одна с палки. Если у вас ни четверо, ни пятеро детей, можно это объединить и сделать двуспальную большую кровать. Так, видеообзор я закончила второго этажа. Общий семь комнат, пять санузлов, 335 квадратов. Ремонт сделан.